В единый день голосования, когда взрослые выбирали будущее страны, у школьников Ленинского района проходили свои выборы. Так, в Развилковской общеобразовательной школе состоялась деловая игра «Школьный референдум». Явка оказалась высокой. Ученики голосовали по трем вопросам. Необходимо ли участие школьников в управлении школа? Второй вопрос. Хотели ли вы принять участие в работе Совета старшеклассников? И третий вопрос. Оцените работу Совета старшеклассников по пятибалльной шкале. Значит, это оценку, которую они могут поставить, начиная с единицы и кончая пятеркой. Администрация школы считает, что учащиеся должны принимать участие в работе образовательного учреждения. И если по итогам референдума окажется, что дети проголосовали «за», то этот вопрос будет подниматься на уровне директора. А в Измайловской средней школе взаимодействие между руководством и учащимися налажено уже давно. 18 сентября здесь выбирали президента школьной организации. Дети приходят также, у нас есть свои кандидаты, также оформляют заявки, расписываются, все ведется, ну, все очень четко расписано. Дети голосуют и также это все проводится независимо, никто никого не принуждает, так же, как на взрослых выборах. То есть для них это опыт. Одновременно с выбором своего молодежного лидера ребята изучали выборный процесс для будущей взрослой жизни. А в нашей студии сегодня одна из участниц президентских выборов в Видновской школе номер 6, победитель этих выборов, десятиклассница Елизавета Шурыгина. Здравствуй, Лиза. Здравствуйте. Поздравляю тебя с победой и такой вопрос первый. Это все-таки был такой школьный уровень, наверняка есть какие-то более обширные амбиции. Ну, конечно, если ты смог повлиять на жизнь школьную, значит, может быть, ты сможешь повлиять и на жизнь района, а возможно, даже и целого города, допустим, Москвы, я не знаю, а может быть и страны. И вообще школьные выборы, я думаю, сделаны не просто так, а с целью, чтобы показать, что выборы – это очень важная составляющая нашей жизни. Ведь выборы делают для того, чтобы власть слышала народ и помогала им решать их проблемы, то есть чтобы она их слышала. И так же у нас. Школьники хотят что-то изменить. И для этого мы выбираем президента, чтобы он мог повлиять на школьную жизнь и сделать ее ярче и интереснее. А каким образом происходит это влияние? Как ты контактируешь с администрацией школы? Вообще у нас очень хорошие учителя, и они сами заинтересованы, чтобы нам было интересно и увлекательно в школе. И поэтому никаких проблем не происходит. Наоборот, только во всех моих начинаниях они поддерживают меня и стараются делать все возможное, чтобы помочь. Ну, я вижу перед собой такую хрупкую, очаровательную девушку. А откуда вообще возникла идея пойти в президенты? Ну, сидела-сидела и думала, почему у нас в школе так скучно? Почему у нас больше нет дискотек, мероприятий, поездок каких-то? Что? Надо что-то делать. И я решила свою кандидатуру в президенты школы. Как проходит процесс выборов? Вот мы знаем, что существует определенный предвыборный процесс. То есть есть агитация, есть встреча с избирателями. Как это происходит на вашем уровне в школе? На переменах мы ходим по классам и рассказываем о себе, свои идеи, свою программу, что мы хотели бы преобразовать. И уже ученики сами решают, за кого голосовать, кто им ближе. Ну, как мы знаем, у президента всегда есть своя команда, которая помогает ему в его делах. Скажи, у тебя есть команда? Безусловно, это, ну, конечно, это мой 10-й апп, потому что я сама ученица 10-го класса. А также это все наши активисты школы, которые тоже заинтересованы в жизни школьной. Что ж, я хочу тебя еще раз поздравить. Спасибо. Пожелать успехов на этом довольно ответственном посту. А я напомню, в нашей студии была Елизавета Шурыгина, президент школы номер 6. Продолжение следует...